Широкое желание это одно, эфемизм, Евгений Юрьевич, эфемизм, позвольте щегольнуть русским словарем. Желание простое, неприязнь, просто момент непонимания того, как можно первое время чумы устраивать. Эти люди у них нет, они там забили кутаистскому торпеду, четыре мяча после добавленного времени, и вдруг они стоят больше, чем Роналду. Такого не бывает. А что до, у нас скоро сборная играть вот самый важный матч, первый, с Северной Ирландией. Это, считайте, из питерского «Зенита» двух российских парней, эти двое приобретения выжили. Это, если мы говорим про наш футбол, с точки зрения целесообразной, лига чемпионов отдельно. А моя сборная теряет двух игроков из любимой команды «На берегах Невы». Скажите, Анатолий Бышевец подъехал, сейчас мы послушаем его комментарий на эту тему. Скажите, пожалуйста, вот ваше объединение, оно в благосфере активно, то у вас есть какие-то специально обученные люди, которые... В благосфере, может быть, мы информацию даем от себя, не факт, что мы сидим без конца, мониторим, комментируем. Лично я беру пример, так сказать, этот, с прогрессивных людей, я завел вот два месяца назад твиттер. Очень интересная штука, и мне даже насторожило сразу... Два месяца назад? Да, при регистрации, когда пишешь, там пишут, у меня насторожила фраза, в вашей жизни твиттера станет все больше и больше. Я вот уже незаметно, у меня мобильный телефон закрался, без конца пили какие-то новых сообщения. Обновляется телеграмма. Да, ну интересно, плюс у сайтов Всероссийского объединения болельщиков есть, естественно, группы, разделы там во всех соцсетях основных. Другое дело, что от нас нет человека, который сидел бы там без конца дискутировал, потому что, ну, я считаю, что интернет – это бессмысленный поток мнений, мусорка, вот гостевые книги там перечитывать. Другое дело, что важные мнения конкретных людей мы всегда имеем в виду, учитываем. А просто без конца сидеть, там, комментарии к новостям прочитывать, особенно в советском спорте или еще чего-нибудь, ну, конечно, здесь столько времени у нас просто нет, это нам надо, знаете, как, огромный штат. Заниматься только этим, посвящающимся только этому. Да, огромный штат, пресс-службы брать, чьи-то из 10-15 болельщиков молодых, и чтобы они с утра до вечера сидели в интернете. Ну, может, времени нет. Я помню, в период вашего сотрудничества с газетой, которую вы называли культовой, с газетой «Новый взгляд», вы же тогда единственное не приносили на дискетах тогда еще тексты, а на пишущей машинке. Мне сложно представить, что вы сидели во всех этих ваших твиттерах и фейсбуках, у вас специально обученные люди. На меня работают, как на Толстых, штат чуть поменьше, конечно, будет, но на меня работают грузинские бездельники, их 69 человек, и они занимаются. Если я еще погружусь в это, мизантропия... Хорошо, но они пишут от себя или они координируют с вами? Нет, по слову, вы понимаете, что я выпускник «Нового взгляда». Блестящий слог, искрометное владение русской словесностью. Мое напоминание о том, что я, Иосиф Бродский, в реинкарнации. Ну, о чем вы говорите? Который изобрел футбол, кстати. Я думаю, что Тирто, я думаю, что Тирто Атара читает, а сразу поймут, это авторский текст или пресс-атташе за него там работают. Я всегда уважал тебя за объективный подход к проблемам, мой друг. Скажите, а объективный подход к проблеме покупок футболистов у нас теперь с приходом Толстых как-то будет или нет? Или у нас клубы все равно будут делать... Знаете, я, безусловно, уверен, что все нормы, там как-то лицензирование, там правила по переходам агентские, все палаты по разрешению споров, все это будет реанимировано и где-то будет проще. А трансферный рынок и агентская вся эта деятельность, вы знаете, она настолько непростая, что сходу что-то там навести порядок, я не думаю, что получится. Другое дело, что будет меньше серых там сделок, скажем так, потому что будет... Ну да, а сейчас их много? А я как бы не могу вам сказать, потому что... Но вы вашу оценку же можете как специалист? Я вам хочу сказать, что если вот грубо сказать, да, своими словами, то трансферный рынок весьма необычный, потому что когда покупают футболиста, как отармливаются ноги, знаете, как приходит человек и рассказывает, что он идеальный, феноменальный, там, незаменимый, топ-менеджеры из числа компаний, которые владельцы клубов находят на это деньги, средства оплачивают, а в итоге человек там как бы это, потом проводит независимое медицинское исследование, он весь больной, и он даже нормативов на 20% сдать не может, зато его уже купили за бешеные деньги. Таких случаев очень много, да. И такой там слушай рядом... Все нагрели руки, разобрали эту сумму, все быстро, как это, омерзительное слово. Я выпускникам у вас гада отрицаю такое слово, раздербанили, вот это все. Не будь я учеником Додолева, я бы выразил, выражался именно так. То есть вы имеете в виду, что не все деньги получает, собственно, адресат? Послушайте, но вот Сулейман Кирилл... Я имел в виду, прежде всего, то, что часто покупают кота в мешке, и подходит агента, предлагают вот такую игру. Ну, на поверку оказывается, что дюжины заурядные, игрок несоответствующий характеристикам. Не-не-не, вы сказали, раздербанили. Если деньги раздербанили, это значит, что деньги не достигли... Так, послушайте, это бизнес на Болливуд. Не Г, а Б, более-то, индийское кино с кутаистским уклоном. Если я агент, и у меня в недрах клуба Московского Динамо, Смоленская Искра, или где-нибудь работает человек, конечно, я позабочусь, чтобы достроить свой третий загородный дом. Вы что думаете, что я буду продавать человека по фамилии Ничтожество кому-то, и не буду врать, что он хороший игрок? Не, ну, все-таки Ничтожество никто не покупает. Покупают просто людей не за ту цену, которую они стоят. Вот это и называть словом ничтожество. Знаете, к сожалению, это был случай, когда, и по сути, почти ничтожество, потому что, когда, ну, это смешно, когда делают медицинское обследование, человек вообще болен такими болезнями, при которых вообще в футбол нельзя играть. И люди берутся за голову и думают, ё-моё, что же мы купили? Как он оказался здесь? А контракт уже совершен, и все, и уже тому агенту, который сидел с тобой, нахваливал, уже ничего не предъявилось. Это все, вы смотрите программу «Удар головой», где мы имеем честь? Нет, я не смотрю программу «Удар головой». Она анатомия мерзейшего, что происходит там, с таким начитанностью Довлатовым, то есть через призму юмора, там расследуются такие вещи.